Микс Ньюз. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Да, будем говорить сегодня и о спорте, будем говорить о многих, многие, на самом деле, темы затронем. Телефоны прямого эфира 67212939 67213939 Терезова, сколько спортсменов у нас, которые занимаются вот таким необычным теннисом? Ну, желающих очень много, это очень радует. И сейчас молодежь появилась, но общей сложности по всей Латвии примерно 20-25 детей и юниоров, которые играют, но профессионально, которые уже в соревнованиях участвуют, получается 3 юниора, и 5 взрослых. На международном уровне это широкое достаточно движение? То есть, вот сколько стран вовлечено? Вот есть ли какие-то международные соревнования? Все такие же соревнования, как в обычном теннисе, и грандсламы происходят, и мастерсы. Соответственно, это тот же спорт, только по-другому люди передвигаются. Насколько сложно действительно человеку, который, может быть, даже не занимался теннисом, еще в такой, ну, ограниченный физически в движении, освоить этот вид спорта? Я думаю, так же, как в обычном теннисе это все сложно, главное – от желания. Как не зря говорят, если очень захотеть, можно в космос полететь. Я думаю, что это все от желания зависит. Если, например, человек, у силы воли нет, у человека, то он и даже без коляски не сможет играть, если желания нет. Но я думаю, что это так же, как людям на колясках, так и обычным людям, что это все, я говорю, от силы воли, от желания зависит. И от денег, я думаю, тоже, потому что вот обычному все-таки человеку, ну, выйти на корт, это ж надо арендовать корт, сколько стоит там ракетка профессиональная? Ну, ракетка – самое маленькое вложение в теннис. Да, теннис – это очень дорогой вид спорта, но, например, теннис на колясках, я стараюсь сделать все возможное, чтобы это было доступно людям и это все было бесплатно. Ну, по мере возможностей. А вот по поводу финансирования, насколько вообще с ним, как с ним вообще дела обстоят? Сказала, что после полугулости мыслей за хирургом. Очень хороший вопрос. Ну, что сказать, конечно, очень сложно, и поскольку, наверное, у нас не самая богатая страна в мире. А судя по этим отчетам, там у нас экономика прямо, мы впереди планеты всей. Мы уже 20% и живем. До народа не доходит. Ну, конечно, с финансами очень-очень туго, и мы очень ждем людей, которые смогут поддержать, чтобы люди на колясках смогли не только профессионально, но хотя бы для себя могли играть, потому что, чтобы не было, что, например, дети и юниоры, они сидят дома в четырех стенах и ничего не делают так. Они выезжают на корт, у них новые друзья, новые ощущения, эмоции. Так что это очень-очень важно как раз для реабилитации. И вот теннис на колясках в некоторых странах даже он как обязательная реабилитация, потому что там нет такого нудного движения, там каждое что-то, ну, каждое движение что-то новое. Там нет два раза одинаковых, например, движений, ударов и так далее. То есть, повышенная импровизация, да? Да. А насколько у нас реально ли это сделать, чтобы это стало какой-то, ну, вот частью… Ведь реабилитация происходит, люди имеют право, ну, вот на определенное лечение восстанавливающих сил, а вот чтобы это стало обязательным каким-то элементом? Ну, это тоже всё очевидно зависит от финансирования. Конечно, было бы финансирование, была бы, например, у меня идея, что в Вайворе реабилитационном центре там есть корта, два корта, где вполне могли бы люди пробовать теннис на колясках, причём там каждую неделю люди меняются, и очень большой объём людей могли бы пробовать играть в теннис, и вдруг понравится, они могли бы в разных городах Латвии играть. И это, опять же, какой тренер будет готов бесплатно работать, это вот уже от самоуправления зависит. Вы, как основатель вот этого вида спорта в Латвии, с какими самыми большими сложностями сталкиваетесь? Вот знаете, как бьётесь в стену, да? И ну-ну никак. Вот не получается решить там тот или иной вопрос. Или, может быть, наоборот, вы находите огромную отзывчивость среди окружающих, и какие-то вопросы просто решаются? Я думаю, что самое-самое-самое большое – это финансово, потому что все морально поддерживают и говорят, о, молодцы, что вы это всё делаете. Ставим лайк. Деньги нет, ну вы держитесь. Да, ну вы держитесь, соответственно. Ну вот это самое-самое большое. И я даже была так, что я людям пыталась объяснить, что это такие же люди, просто какое-то событие в жизни поменяло кардинально их жизнь. Меня спросили люди, а вы нам угрожаете? Я говорю, нет, я пытаюсь объяснить, что этот человек, например, шёл по улице, сбила машину, всё. И у него жизнь поменялась, и у него такие же желания, например, спортом заниматься, пойти на дискотеку, в кафе. Но вот, я говорю, люди восприняли, что это вот как угроза. Ну я говорю, ну о чём мы тогда можем говорить, если вы так воспринимаете? Что я, ну… Но бывает, что руки опускаются, вот потом просыпаешься и думаешь, всё, не буду больше с этим, не могу, не хочу, устала. Да, бывает, что… Вот, например, сегодня. Бывает, опускаются, но потом, например, видишь людей, например, родителей, которые очень рады, что их дети занимаются, и вот это как-то берёт за шкварник и пускают идти вперёд. Напоминаю, что у нас в гостях основатель тенниса на инвалидных колясках в Латвии Тереза Стенслова и телефоны прямого эфира. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, звоните, задавайте ваши вопросы, также через WhatsApp, вы можете писать смс-сообщение 2-3-0-6-1-9-1, 2-3-0-6-1-9-1. А сколько вообще существует теннис, ну вот, в колясках, как вид спорта отдельный? Как отдельный? В мире или в Латвии? Ну вот в Латвии, ну и в мире. Не, ну в мире и в Латвии. В мире в 76-м году начали теннис на колясках, Брэд Паркс, и мы начали в 12-м году. В 12-м, то есть это сколько? В феврале будет 8 лет. 8 лет, как это движение существует. А сколько прошло, вот, скажем, через ваши тренерские уже воспитанников? Ну пробовали очень много. Ну, для нашей страны это 20 человек примерно. Это считается очень много, да. Я даже написала магистрскую работу, как теннис на колясках позитивно влияет на людей на колясках, где было использовано фейс-ридер, как эмоции меняются до тенниса, как они первый раз пробовали и после. Так что и там показатели очень меняются. Причем человек не знает, что его читают, его просто снимают как интервью, но эмоции позитивные намного выше, чем до того, как пробовали. А чем отличаются условия, ну вот, какие-то особенные корты для этого необходимы, особенное, может быть, оборудование? Единственная разница это то, что два отскока допустима, из которых первый должен быть в корте, и люди передвигаются на коляске, еще могут, есть такая категория квад, которым поражены и руки, они могут передвигаться на электрические коляске. Тоже. Вот по поводу соревнований, наши спортсмены в этом виде спорта выходят на мировой уровень. Я точно знаю, что любой спорт, который уходит на мировой уровень, это огромные деньги, огромное количество времени. Как вот с конкретно этими людьми? То есть находят, допустим, есть человек, который, ну, видно, что у него способности, видно, что он может продвинуться вперед, его как-то отдельно двигают, можно попросить у государства какое-то финансирование, которое, например, будет конкретно вот на этого человека направлено, может быть, он будет чемпионом паралимпийских игр, не знаю, ну, то есть это же индивидуальный вид спорта в том числе. Да, ну, у нас, получается, есть индивидуальный, некоторых игроков есть индивидуальные спонсоры, и, конечно, поддерживает немножко теннисный союз, немножко паралимпический комитет, но, конечно, для, например, для профессионального спортсмена два раза в неделю это тренировки, ну, ни о чем есть, конечно, было бы там это надо, это как работа, каждый день тренировки, но, к сожалению, финансирование для каждого дня. А тренировки происходят, вот кто является спарринг-партнером, то есть тренер или такой же партнер, ну, как бы собрат такой же. В основном у нас получается, что тренер и как спарринг, но мое личное мнение, что очень важно играть с таким же на колясках человеком, потому что траектория мячика по-другому летит, но и поэтому я в другой раз сажусь сама на коляске и играю напротив. То есть вам именно в коляске, а на сколько вот ваши ощущения, как меняется, вот, ну, что идет по-другому? Я уже, вначале очень было сложно, чтобы я села в коляску, но я поняла, что если я хочу тренировать теннис на коляске, я просто должна сесть в эту коляску. Это было самое сложное, но потом я села, начала пытаться обладать коляской, и, соответственно, сейчас уже получается, если я как тренер еду на турниры, я в другой раз с каким-то игроком из другой страны, мы играем дружественный матч, он на коляске, я на коляске, так что это даже интересно. Я вспомнил историю, когда вот Том Круз готовился к съемкам фильма «Рожденный 4 июля», он играл как раз-таки вот инвалида-колясочника, он для того, чтобы вжиться в роль, он, по-моему, месяц, вот он не вставал с коляски, чтобы, ну, вот, понять, что должен чувствовать этот персонаж, и говорят, что когда вот однажды его везли, его выгнали из магазина, сказали, что коляска, ну, пачкает, вы не узнали, просто не знали, что он был загримирован, или что, и он, именно вот у него, ну, вот, потекли слезы, он стал кричать, то есть устроил скандал, и был вот, это какой-то момент, когда вдруг он, он просто забыл о том, что он актер, он просто вот понимал вот эти вот эмоции, что человека вот просто выгоняют из дорогого магазина, просто потому что ты не такой, как все. Вот у вас, когда вот вы садились на эту коляску, вот, ну, вот это, что это было, вот? Ну, это, во-первых, я понимаю, что ты счастлив, что ты бегаешь, и кажется, мы в другой раз не ценим того, что, например, у нас есть руки, ноги, и мы можем очень много сделать, в другой раз мы плачем, что у нас все плохо, плохо, но потом смотришь, вот человек на коляске, и они радуются, они радуются, и был такой случай у нас, судья такой, Константин Засятко, он судил первый раз теннис на колясках, в Латвии еще не было, и он рассказывал, что он судит, и мячик попадает между коляски, но женщина на коляске, она без ног, и попадает между коляской и ваут, и она поворачивается к суде и говорит, хорошо, что у меня ног нет, иначе в меня попали бы, и я проиграла очко, соответственно, такое, так что, чувство юмора, да, так что другой раз мы даже не ценим такая мелочь, нам кажется, это само собой естественно, что у нас руки, ноги, голова, но это, мне кажется, очень большая ценность. Я знаю, что очень многие, кто занимаются или благотворительностью, или поддерживают какие-то организации, или являются организатором тех самых организаций, так или иначе, с той или иной проблемой очень тесно связаны, то есть, это может быть болеть кто-то из близких и так далее. Вам это зачем? Как вы вообще пришли к тому, что вот этим надо заниматься, Латвия, это и необходимо, и это будет? Ну, это получилось чисто случайно, потому что у меня подошла женщина на коляске и сказала, что она хочет теннисом заниматься. То есть, вы такие шли по улице, да? Подходит к вам? Нет, у нее с иной тренировались в теннисе, и она подошла на корте, я своих тренировала, она подошла, она сказала, я хочу играть в теннис. Я говорю, ну, хорошо, а что вы от меня хотите? Она говорит, а ты можешь? Я говорю, хорошо, хотя я вообще не имела представления, что такое теннис на колясках, и как это вообще, что вот это существует. Это был вызов такой, челлендж? Да, скорее всего, и тогда мы поехали в декабре, вот как раз 11-го года декабря, мы поехали в Литву, где был преподаватель из Голландии, и там было где-то 20 людей на коляске, вообще вначале не знала, как с ними общаться, и как, я переседала, и вставала, и потом тренер, когда говорил им мячики собирать, и думаю, боже мой, какой хам, заставляет людей собирать мячики, но потом, сейчас я тоже понимаю, что это спортсмены, не надо смотреть, как, например, людей с ограниченными возможностями, но если они выбрали этот вид спорта, они должны сами собирать мячики, сами, но это совсем по-другому я начала воспринимать вот это всё. Но это на самом деле одна из проблем, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями, я недавно читала совершенно замечательный материал, который написала девушка-колясочница, она говорила о том, что очень многие люди действительно теряются, когда доходят дело до общения, они не знают, как себя вести, они не знают, какие вопросы можно задавать, можно ли помощь, например, предложить, мы же не знаем, и она так и насказала, что это ответы на самые глупые вопросы. Вот сейчас, спустя, наверное, какое-то уже время, когда вы работаете с этими людьми, вы уже своя в тусовке, скажем так, вот можете сказать пять каких-то советов, допустим, что категорически нельзя делать и что, в принципе, всегда можно, они всегда рады, потому что среди моего окружения очень много таких людей, я как-то, не знаю, я как-то с ними очень легко общаюсь, но я знаю, что для многих это большая проблема. Я думаю, что, во-первых, надо воспринимать их как обычных людей, не надо воспринимать, что это совсем другое, из космоса, это просто люди, которые всё делают так же, как мы, только по-другому, соответственно, я думаю, но это тоже со временем, я думаю, потому что вот это такая тень постсоветского Союза, когда у нас инвалидов не было, они были спрятаны, они были спрятаны и до сих пор очень много, например, мест вроде должно быть подлажено под коляску, но вот это не так, и в другой раз, мне кажется, посадить людей, которые принимают решение, как, например, построил пандус, заедь на него. посадить на коляску и, пожалуйста, сделай, ну, потому что, например, у нас тоже летом в Юрмале тренировки происходят и большая проблема попасть людям на общественном транспорте до Юрмала, из Риги, из Юрмала, здесь рядышком, микроавтобусы другой раз просто не открывают дверь, в электричке невозможно. Невозможно. Соответственно, вроде 20 километров, но если нету своего транспорта, люди на колясках никак не добираются. Так что, и поэтому я думаю, что вот это у нас непривычно просто, что у нас есть люди на колясках, потому что за границей там в любом месте очень много колясок, и люди даже не смотрят, как на, как я смеюсь, как на инопланетян, но просто это обычные люди. Я думаю, чем чаще у нас люди будут появляться в общественных местах, люди на колясках, тем уже не возникнет вопрос, например, 5 вопросов, которые быстрее воспитают нас в первую очередь. Ну и сейчас мы видим, что в кинотеатрах, во всевозможных залах, концертных залах всегда предусмотрены места, и это в транспорте, в общественном транспорте сделано. То есть, это как бы меняет, конечно, наверное, отношения. Меняет, да, но, например, вчера моя дочка младшая спросила вопрос хороший, она говорит, вот интересно, почему у нас в школе есть туалет для инвалидов, но как они будут по лестнице добираться? Вот дочка, ну, она очень часто со мной на тренировках бывает, поэтому она понимает, но у нее, ей 11 лет, и у нее возник вчера такой вопрос. Ну да, то есть предусмотрен туалет, но не предусмотрено, как до него добраться. Да, соответственно, в школе такой вопрос не возникнет. Так что, да. К сожалению, да, мы видим, что во многих все-таки местах очень сложно, я знаю, что, ну вот, в некоторых местах для того, чтобы, ну, предусмотрены вроде бы места для инвалидов, но в то же время вот колясочников очень приходится по ступенькам, ну, заносить, и там это непредусмотренные эти пандусы. Тут пришел от Павла, тебя поправляют, Женя, не с ограниченными возможностями, а с особыми потребностями. Вот сразу, мне кажется, что депутаты у нас люди с особыми потребностями. Сейма. Да, простите, пожалуйста. А вот как-то... Да, я еще раз напоминаю, что у нас в гостях основатель тенниса на инвалидных колясках в Латвии Тереза Стенслова. Можете звонить в прямой эфир, задавать свои вопросы 6721-2939, 6721-3939. Возвращаясь к финансированию. Сколько надо денег? Много. Много, это вот сколько? То есть, вы считали, вот в год сколько нужно денег для того, чтобы вот эти 25 человек могли спокойно совершенно тренироваться? Я думаю, что в год ну вот минимально было бы, например, ну 30 тысяч. Вот это было бы. Но если у нас финансирование 10 тысяч, и это по всей стране, я думаю, что мы... И пока что у нас есть возможность играть Рига-Юрмала. Но есть и Вайнспилс, и Леопая. 30 тысяч, это с учетом... Это что? Что должно входить в эти 30 тысяч? Ну это, я думаю, что тренировки. Например, можно сделать какие-то лагеря детям и взрослым. Это, конечно, не хватит, чтобы на турниры ездить, но, например, чтобы дать возможность людям тренироваться, ну хотя бы два раза в неделю. Но ведь это же как параолимпийский вид спорта, по-моему, он с какого-то года даже является олимпийским, да? с 92-го, да? Да, с 92-го. Вот, кстати, не обидно, я не знаю, каждый раз с большим удивлением смотрю, что, например, когда идут олимпийские игры, мы-то кругом идут сплошные трансляции, мы все видим, все болеют, после этого начинаются параолимпийские и тишина, вот просто тишина. В новостях это так просто идет где-то мельком на фоне. Меня каждый раз это удивляет, потому что, мне кажется, что как раз эти люди настоящие чемпионы, там гораздо больше усилий, сил потрачено, там такая сила воли фантастическая. Почему, вот как вам кажется, почему так происходит? У них меньше денег, не знаю, или что, или как? Почему такой игнор? Очень часто я соприкасалась с людьми, которым я пыталась доказать, например, что теннис на колясках это такой же профессиональный вид спорта, как обычный. Мне очень многие люди, которые пытаются сказать, ну нет, это просто социальный такой маленький проектик, ну, пускай они играют, но вот так, пускай они играют где-то в сторонке. И я думаю, что вот это тот же, вот такое же восприятие, что очень часто вот люди не воспринимают это как... Они не воспринимают это как спорт, они воспринимают это как часть реабилитации. Я думаю, что да, очень много, к сожалению. Сколько зрителей приходит, ну, приходят ли зрители, когда происходит соревнование колясочников? Есть ли большие турниры, полные трибуны, полные трибуны, потому что у меня есть такое желание пригласить топ игроков в Латвию, чтобы в Латвии людям показать, что это такой же вид спорта, там огромнейшая скорость и очень большой профессионализм. И я думаю, что... Ну, я не говорю про Гулбиса, Стапенко и так далее, которые могли бы обыграть их, но, например, среднего уровня игрока, игроки на колясках, они могли бы легко обыграть. Так что это такой уровень, такая скорость, силу удара 180 километров в час, ну, это наравне с обычными. А вот вы упомянули фамилию, вот как раз, Остапенко и Гулбиса, а вот как, скажем, наши теннисные звезды, их участие могло бы, ну, повысить престиж этого вида спорта, как их слово могло бы как-то склонить чашу весов на большее финансирование, то есть, ну, вот для того, чтобы ваш голос был, ну, более таким весомым. Я думаю, конечно, и мы в прошлом году, мы с Аленой Остапенко, у нас был один сюжет, где набирали финансирование для одной девочки, но для реабилитации, и было так, что поскольку она играет в теннис, Алена вместе с ней поиграла, этот сюжет в ЛНТ показался, и так что Алена нас поддерживает, конечно, редко, у нее очень большой график, но, конечно, если все наши звезды собрались, то, конечно, я думаю, что был бы другой эффект. Буквально, мне кажется, несколько лет назад была такая большая реклама, она почему-то на остановках, да, плакаты висели, причем были спонсированы Параксом, ну, Цитаделла, точнее, самый бедный банк у нас, вот, там как раз были паралимпийские спортсмены, просто параспортсмены были, и собирали деньги вот на то, чтобы они просто могли тренироваться, да, то есть элементарно там на форумы, на поездки и так далее, для меня это был какой-то шок, да, потому что там большой банк с кучей денег обеспечил рекламу, но не обеспечил элементарно, и вот как вы относитесь к таким вещам, когда видите, вроде социальная реклама, она тоже дорого стоит, потому что это все место на остановках, это же все куплено. Да, это я думаю, что за большие деньги куплено, но я думаю, что этот проект больше был, чтобы услышали окружающие люди, потому что на тот момент очень много людей засуетились, очень много мне звонили и спрашивали, а как это так, нет финансирования, но был такой случай, когда надо было готовиться к Олимпиаде в Рио, паралимпийскому комитету сказали, что не дадут финансирование, потому что финансирование предназначено для Ауста-Соснегом спортс, спортсовыми достижениями, и тогда паралимпийский комитет ответил, а мы кто? Апинес, например, он намного больше медалей, из каждых олимпийских игр он две олимпийские медали привозит, а какой это вид спорта, такой невысокого уровня, но, к сожалению, да, у нас есть до сих пор вот эта градация. Дскриминация такая. Давайте для наших слушателей, если они хотят принять участие, куда им идти, какой возраст, есть ли какие-то требования, например, чтобы это уже была физическая подготовка хорошая или нет, вот как это происходит? Нет, теннис на колясках мы рады всем, и я пытаюсь со следующего года, чтобы у нас регулярные были тренировки, и была одна такая тренировка, открытая тренировка, когда все желающие могли бы прийти и пробовать, и играть, чтобы. Ну, я говорю, конечно, это теннис на колясках, у меня было так, что на теннис на колясках приходит человек на ногах, я говорю, конечно, мы можем, но вот это теннис на колясках, это вот коляска должна быть. Да, куда им звонить, писать, искать информацию? Где это можно всё найти? Ну, в основном, наверное, Facebook, так что можно меня найти. Есть wheelchair tennis Latvia сайт, где тоже есть номер телефона, так что можно вот это всё найти. Меня это Тереза Стэнслова, у нас основатель тенниса на инвалидных колясках сегодня, для тех, кто только, может быть, включил наше радио, поэтому мы говорим о таком необычном виде спорта, но на самом деле достаточно таком серьёзном, мне кажется. Есть ли кто-то из ваших воспитанников, кто поехал на Олимпийские игры? Нет, к сожалению, нет. Будут? Я очень надеюсь, потому что у меня есть два юниора, одному 15, одному 11, Даниэль и Гоша. Ну, не к этим Олимпийскому играм, но к следующим. Им уже будет серьёзный возраст, и если мы сможем тренироваться, и всё пойдёт. Серьёзный возраст на сколько? Ну, около 20. Так что я думаю, что смогут поехать. Все возможности, потому что руки есть, голова есть, скорости есть. А верхний рубеж возраста, до какого времени можно заниматься этим видом спорта? В теннисе на колясках нет такого ограничения, есть юниоры, которые до 18 лет, и есть остальные игроки. Например, есть такой игрок Мартин Легнер, который очень в серьёзном возрасте, но до сих пор играет мастерсы и обыгрывает. Но он уже не скоростью, но уже хитро, умно играет. Так что, конечно, преимущество у молодых спортсменов, но, например, есть игроки, которым 60-70 лет, и они всё равно играют в топе и едут на Олимпиаду. А вот особые всё-таки какие-то требования в качестве грунта, например, чем это отличаются ли коляски друг от друга? Есть ли какие-то требования к коляскам для того, чтобы у двух игроков были одинаковые, равные условия? Каждый игрок… Конечно, есть угол колёс, которые поставлены, но там есть ограничения, которые нельзя быть больше или меньше. Но каждый игрок сам себе под… Там получается, что человек специалист, который… Потому что коляски у каждого индивидуальные, у профессионалов. И мерят человека, смотрят его возможности, и под него делают коляски. И вот у каждого спортсмена индивидуальная коляска. То есть это, в принципе, тоже достаточно большая статья расходов, ну вот создание такой коляски. Сколько стоит такая коляска? Ну, примерно 3,5 тысячи. 3,5 тысячи евро? С ума сойти. Почему уходят из этого спорта? Уходят? Да. Или не уходят? Остаются, приходят, играют, но рано или поздно, например, бросают. Почему? Я думаю, что бросают, потому что это индивидуально… Это тоже, как обычным людям относится… Это индивидуальный вид спорта. Получается, если в команде что-то не получается, команда вытащит и могут выиграть. А здесь, если получается, то получается, если нет, то нет. И бывает, что тут нужно терпение, и людям нет терпения, например, достичь чего-то, им быстрого результата нету, и они уходят, потому что им кажется, что они не могут. А вы как-то, например… Ну, вот вы понимаете, человек хочет уйти, он, наверное, к вам приходит и говорит, не хочу больше, не могу, вот буду уходить. Вы отговариваете? Есть такой вот момент, такой, знаете, психологической беседы? Давай еще разок попробуем. Я думаю, что, конечно, это самое лучшее, когда человек подходит и говорит, что я хочу уходить, и говорит, почему. Потому что я думаю, что у каждого игрока, который проигрывал какой-то очень такой тяжелый матч, было желание бросить ракетку в мусорник и уйти просто. Я думаю, что очень многие игроки просто вот это ощущение переживают заново и заново, но я думаю, что очень часто вот это на эмоциях работает, что проходит день-два, и человек говорит, ну нет, давай играем дальше и боремся дальше. Давайте мы, наверное, все-таки в эфире озвучим номер телефона, по которому можно позвонить, получить всю информацию касательно тенниса на инвалидных колясках. Да, но мой телефон 26-552-880. И это непосредственно вам надо будет звонить тогда, да, и вы все расскажете? Да. Отлично. Олег записал, мы на сайт поставим сразу. А скажите, все-таки вот мы говорили все время о помощи государства, которую там надо выбивать. Есть ли все-таки какие-то спонсоры частные, которые поддерживают, и как это происходит, может, ну вот поиск этих людей, кто этим занимается, потому что это же тоже большой труд и большая работа. Да, ну это я тоже сама этим занимаюсь, и пишу, и разговариваю, ну я говорю, к сожалению, не приходит столько финансов, сколько надо было бы, и другой раз даже руки опускаются, потому что вот бьешься как об стенку, и никак. Может быть, есть возможность, ну не знаю, какого-то всенародного сбора денег как краундфаундинговая платформа для какой-то цели, вот наша цель попасть, не знаю, на Паралимпийские игры, вот мы готовимся, это будет фонд, который поможет тренировками, экипировкой. Ну мысль такая была, чтобы был вот этот вид спорта, сделать такое одно благотворительное мероприятие в феврале, так что вот, чтобы, я думаю, что вначале, чтобы просто существовал этот вид спорта, чтобы была возможность с детям играть и делать лагеря, где они могли бы дружить и почувствовать вот эту, ну заинтересоваться, и, ну чтобы... У нас есть звонок, вот попросим вас надеть наушники. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста, представьте ваш вопрос. Доброе утро. Доброе утро. Это Анатолий возводит. Надо сделать такую акцию, я думаю, что общелатвийскую, может и общей Евросоюзовскую, министр на колясках, чтобы они сами прочувствовали, что это такое. Да, спасибо. 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 Ну то есть предложение... Ну да, вот, кстати, не использовали ли вы вот именно такой момент, ну то есть вот попытаться представить обычным людям, ну то есть вот как испытать вот эти чувства, чтобы понять этих людей. Это могут быть ведь и известные люди, чиновники, ну вот просто чтобы они пять хотя бы минут посидели, поняли, что это такое. Ну, я думаю, что это хорошая идея, потому что есть такой Джокович, игрок, и он играл в коляске, и он потом после этого сказал, что никогда не подозревал, что это так сложно, потому что при каждом боковом ударе ему хочется вытянуть ногу и выскочить из этой коляски, играть дальше на ногах. Так что я думаю, что это может хорошая идея, чтобы люди почувствовали. Конечно, не каждый может перейти в этот барьер и сесть в коляску. А у вас вообще есть какой-то диалог с политиками, с министерствами, или они вот такая, как это сказать, недосягаемая даль, они не особо интересуются, и вы не можете до них достучаться? Ну у нас был Андрей Саммерикс, который играл перед Кубком Прибалтики вместе с колясочником, было так, что Андрей Саммерикс в паре играл с колясочником и Алена Астапенко. Это было перед Кубком Прибалтики. Они играли такой показательный матч. Помогло это как-то вам, то, что у вас Америкс играл? Америксу помогло в парламенте, а вам? Я думаю, ну люди увидели, что этот вид спорта, который можно играть, например, обычный игрок и с человеком на коляске. Так что, ну... У меня вот вопрос чуть-чуть тоже такой боковой. А какие еще виды спорта доступны колясочникам? То есть, вот кроме... В Латвии. В Латвии, да. В Латвии. Насколько я знаю, у нас 22 федерации, где легкая атлетика. Я слышал, есть еще дзюдо. Сад-волейбол. Я не знаю, как по-русски. Я понял, да. Волейбол. Сидя, да. Да, сидя. Хоккей. Есть пара плавания. Есть у нас... Ну, велосипед... Вело-вело-спорт. Сейчас мы руками показываем, а мы будем угадывать. Мы мэй-мэй-шоу. С нас гости показывают жестами, а мы пытаемся угадать велосипед. Да, баскетбол есть. У нас очень хорошие баскетболисты, которые сейчас еще играют как легионеры за границей. Потому что, ну, за границей это воспринимают Испания, Германия, Италия. Там воспринимают это как уже профессиональный вид спорта. Им платят зарплаты, оплачивают жилье. Это уже работа. Да, это как работа. Это уже профессия. Да, но у нас на самом деле уже и время заканчивается. Да, у нас, к сожалению, заканчивается время. Но мы напомним, что у нас была основатель тенниса на инвалидных колясках в Латвии Тереза Стенслова. Всю информацию можно найти в фейсбуке Wheelchair Tennis. Можно позвонить лично Терезе 2655-2880 для того, чтобы узнать информацию, получить информацию. Может быть, принять участие, стать членом команды. Ну и, конечно, те, кто могут каким-либо образом помочь финансово, тоже приглашаются к участию. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо вам.